Предпринимателям, чьим источником доходов является сфера общественного питания, хорошо известно, что каждый год Венсполское самоуправление привлекает независимых экспертов, оценивающих услуги предприятия общественного питания. Несколько лет назад мнение о Венсполсе было таковым. В городе нет традиции питаться вне дома, кафе стоят пустыми. Сейчас ситуация изменилась. Это только миты, это только заблуждение, потому что сейчас в Венсполсе нет проблем получить очень квалитативные предложения или услугу, что касается общественного питания. Предприятия оценивались в течение трех месяцев, и лучшим в Венсполсе эксперты признали кафе Скродер Крокс. Мы стараемся создать у нас кафе домашнюю, уютную атмосферу для всех наших посетителей, и для местных жителей, и для гостей. Наше кафе маленькое, поэтому мы не можем принять много посетителей, зато каждому гостю мы можем уделить внимание. Среди наших клиентов есть и те, кто приходят раз в год по праздникам, а есть и постоянные. Есть посетители, которые ходят к нам отмечать важные для них даты. И тогда, когда они приходят в следующий раз, мы уже знаем, о, у вас день рождения, а у вас день имени, у вас выпускной. Приятно работать в нашем кафе. В группе «Кафе» не первый год номинируется «Кафе Украина», уже доказавшее, что хорошая еда важнее, чем просторные помещения и центральное место расположения. Айвер Леммерк отобедал в Украине совсем недавно. У нас очень уважаемые наши постоянные клиенты, они есть круглый год, мы им всегда рады. Туристам мы рады по-своему. И клиенты, в принципе, они, ну, каждый имеет свою особенность, да. Кто-то приходит отдохнуть, кто-то приходит покушать, кто-то с семьей приходит. И, в принципе, нельзя говорить однозначно, что вот летом только туристы, или зимой только наши, как мы говорим. Популярнейшие блюда меню «Кафе Украина» – борщ с пампушками. По-настоящему украинскому рецепту. То продукт нашего кафе, то продукт моей свекрови. Это ее личные рецепты, потому что у меня в кухне фактически половина рецептов – это ее личные. Поэтому это все домашнее. Украинская, она должна быть очень аппетитная. Как говорят, ее должно быть много. И тот, кто кушает, он должен встать, почувствовать всю теплоту тех, кто это готовил. Второго места в группе кафе удостовался «Зеленый домик», владелица которого бизнес «Венсполсен» начала развивать три года назад. Я этого совсем не ожидала. Все, что мы делаем, мы делаем от души, но все равно это было очень неожиданно. Попадание в призовую тройку стало для хозяйки большим сюрпризом. Несмотря на то, что кафе зимой стоит закрытым, у «Зеленого домика» есть свои клиенты. Мы отличаемся тем, что готовим только из натуральных продуктов. Каждую неделю у нас меняется меню. Мы следим за новинками и, по моему мнению, мы готовим самые необычные блюда в «Венсполсе». Вне сезона работать сложно, поэтому, к сожалению, в этом году нам пришлось уйти на зимовку. Но в феврале мы уже откроем свои двери, поскольку спрос на наше блюдо большой. И хотя у нас посетителей не так много, как в Купфернамсе или Скродеркроксе, но свою нишу мы заняли. У нас есть свои клиенты, которые скучают по нашим необычным блюдам. Также мы скоро возобновим кулинарные курсы, которые я везу уже второй год. В категории предприятий быстрого обслуживания первое место получила кафе «Дольче Вита». У нас уже существует бестро по другому адресу. И, по идее, про эти конкурсы я уже давно в курсе знаю. И сами объявили в действии в этом конкурсе? Или вас нашли просто эксперты? Просто нас нашли. Кафе «Дольче Вита» открылось в 2012 году. Это одно из редких заведений, где можно поесть до 10 часов вечера. Итальянский интерьер кафе пришелся горожанам по вкусу. Такое кафе у нас, скажем так, да, первое. Я думаю, что это связано, я так думаю, что с нашим интерьером, да, нашего кафе, нашего помещения. То, что мы предлагаем. И быструю кухню, и у нас есть и на месте, да, повара, которые на месте готовят. Ну, я говорю, плюс еще, конечно, интересный интерьер, дизайн. Если учесть, что очень хорошие отзывы, да, у многих посетителей. Ну, я думаю, что есть, конечно, которым нравится и средиземноморская кухня, да. Ну, естественно, что-то, естественно, у нас есть и местная, поэтому, да, скажем так, и вот эта средиземноморская кухня, которая, чтобы удовлетворяла, скажем так, и одних, и других. Кто больше вас посещает, туристы или все-таки местный житель? Мы открылись летом, да, наверное, все-таки большая часть туристов была, да. Сейчас, естественно, поскольку у нас туристов уже меньше, да, ну, сейчас, конечно, и в основном, наверное, местные жители. В этом году впервые был организован также опрос жителей, проводившийся на Венсполском портале. Обобщив мнения не экспертов, а венсполчан и туристов, предпочтения распределились следующим образом. На первом месте кафе «Скродер Крокс» признание получили также бугинш и мус-майес. Запрос на такие услуги возрос, и это, конечно, благодаря тому, что очень много посетителей у нас было в этом году, в том числе из Литвы, конечно, самое большое количество туристов было, но и сами местные жители тоже уже начали как-то выходить из дома и получать удовольствие от того, что они посещают эти рестораны и кафе. Победители конкурса «Лучшее предприятие общественного питания» выдвинуты также на участие в конкурсе республиканского уровня «Лучший торговец Латвии-2012». В Янсполсе в общей сложности работают 29 кафе, 5 ресторанов, 25 закусочных.